Помощь многодетным семьям продолжается. Если ранее была оказана помощь в виде угля и продуктов питания, то сегодня семья из семи человек обрела новое жилье в поселке Табол. Причем на этом поддержка многодетных семей Кустанайской области не заканчивается. Кому-то пообещали найти постоянную работу, а кто-то в скором времени справит новоселье. Подробности в материале Камилы Салкомбаевой. Помощь многодетным семьям продолжается. Семья Смирновых оказалась в числе счастливчиков. Сегодня им вручили ключи от их нового четырехкомнатного дома. Это как небо и земля, рассказала Елена. Хозяйка не устает сравнивать свое прошлое жилище с новым. К ее словам присоединились глава семейства Андрей и их пятеро детей. Было оно построено давно-давно, что-то типа времянки, но затянуло. Четыре комнаты, ванны, унитаз даже, туалет. Тепло, уютно. Уже чувствуется, что это своя квартира, свой дом? Ну, пока нет. Мы второй день здесь. Пока нет. Ну, как бы обусваиваемся. Теплый дом, баня и туалет, который находится не на улице, а в самом доме, сразу привлекли внимание семьи Смирновых. У них уже большие планы – завести хозяйство и огород. Хозяева рассказали, что раньше у них не было элементарного света и воды. Единственный близкий колодец находился в полутора километрах от дома. А теперь даже школа рядом. Произошло все так стремительно быстро. Буквально два дня назад руководство района предложило поучаствовать в этой акции. Мы, естественно, согласились. И сегодня мы уже вручаем ключи семье Смирновых. Видно, что семья действительно нуждается в этом жилье. Прекрасная семья, прекрасные детки. У главы семейства Андрея Смирнова работа есть, но она временная. От случая к случаю. Поэтому Сергей Ким пообещал, что вручение ключей от дома – это только начало. Вся семья будет под его крылом. А Андрей сможет работать на щебеночном предприятии. Причем уже на постоянной основе. В сельской местности все-таки вопросы жилья, может быть, не так остро стоят. Но есть определенные вопросы. И на сегодняшний день надо сказать, что вот мы сегодня находимся в поселке Табол. Благодаря руководству щебеночного завода Валерианского определилась вот такая семья Смирновых, которые, к сожалению, проживали в нехороших условиях, мягко говоря. В партии Нуратан рассказали, что их проект «Счастливая семья» уже обеспечил многие семьи области углем. А почти 500 семей получили материальную помощь в виде продуктов и одежды. В городе нескольким семьям даже помогли с долгами перед коммунальщиками. К слову, уже сейчас планируется еще семь домов передать новым владельцам. И к другим темам. Более 400 подростков из неблагополучных семей проверили полицейские регионы в ходе спецмероприятия. Выявлены несовершеннолетние, блуждающие без сопровождения по ночам и посещающие в такое же время увеселительные заведения. В области проведена акция «Подросток закон безопасность». Подробнее о ней в нашем следующем материале. Усиленную работу с несовершеннолетними в течение пяти дней вели полицейские Кустанайской области. В регионе провели профилактическую акцию «Подросток закон безопасность». Более 200 сотрудников полиции посетили колледжи и школы, где побеседовали с учащимися о правопорядке и напомнили о его нормах. Проводились лекции в учебных заведениях области, в колледжах, в вузах. Непосредственно перед учащимися разъяснялись требования законодательства, это уголовно-процессуальное, административное законодательство, требования по обеспечению пожарной и дорожной безопасности, правила поведения с незнакомыми людьми. Таких бесед с молодежью было проведено более тысячи по всей области. Кроме бесед проводились и проверки лиц, всех от мала до велика, состоящих на учете в органах полиции. То есть проверялись порой и целые семьи. Проверялись подростки по месту жительства, которые состоят на учетах в органах полиции. Непосредственно при посещении проводились с ними дополнительные беседы, то есть посещение по месту жительства неблагополучных семей, где проживают несовершеннолетние дети, проверка по месту жительства студентов, которые проживают в съемных квартирах с целью обследования жилищно-бытовых условий. Основные же правонарушения за время операции выявлялись в ходе вечерних и ночных рейдов, в которых, кроме ювенальных полицейских, участвовали представители отделов образования. Правонарушения среди несовершеннолетних – это такие, как нахождение несовершеннолетних в ночное время, в ней жилище без сопровождения законных представителей, родители привлекались к административной ответственности за нахождение в развлекательных заведениях, распитие спиртных напитков, а также совершение мелкого хулиганства несовершеннолетним. Полицейские установили и зафиксировали 32 нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних, подпадающих под административный кодекс, блуждающих по ночным улицам без взрослых подростков, за пять дней выявлено 26. Диара Ахмечин, Виталий Луковской, РТН. Количество разводов в Казахстане за прошлый год превысило 40 тысяч. В Кустанайской области цифры тоже не радуют. С начала года уже зарегистрировано около сотни разводов. Повлиять на такую неприятную статистику пытаются в судах страны. Для разводящихся супругов открыт кабинет примирения. Там практически в домашней обстановке они учатся прощать друг другу обиды. При этом уже есть положительные результаты. Подробнее в следующем сюжете. Мириться в суд приходят редко, но теперь обстановка располагает. Ковры, удобные кресла и живые цветы. Так выглядит кабинет примирения супругов в Кустанайском городском суде. Он работает в рамках проекта «Семейный суд». Данный проект, проект «Семейный суд» в Кустанайском городском суде стартовал с 1 октября 2018 года. Целью данного проекта является сохранение семей, особенно всех семей, где растут несовершеннолетние дети. Чтобы дети росли в полной семье, чтобы они могли в дальнейшем себя реализовать в обществе. Количество разводов по всей стране только за прошлый год составило 46 тысяч. Одна из наиболее частых причин – финансовая нестабильность. А кроме нее – бытовое насилие, зависимости супруга. Измена и ревность тоже в пятерке поводов подать на развод. Но бывает, что подать заявление на расторжение брака идут люди, только что вступившие в него, еще не осознавшие всю ответственность принятого решения. На сегодняшний день, конечно, у нас по городу Кустанай, именно по Кустанайской области, город Кустанай занимает первое место по расторжению брака среди молодежи. За текущий год, 2019 год, значит, за январь месяц, у нас в январе составлено 86 записей. По февраль месяц текущего года, по 20 февраля, составлено 66 записей. Суды стараются изменить статистику. И кабинет примирительных процедур может помочь супругам отказаться от развода. С еще не бывшими мужем и женой работает судья-примиритель. А в самом кабинете специально создана комфортная атмосфера. Здесь создана обстановка такая конфиденциальная, расслабляющая, чтобы стороны могли действительно отрегулировать спор мирным путем. В том числе, конечно, супружеские пары здесь зачастую находят мир и уходят отсюда с хорошим настроем для дальнейшей совместной жизни. Приходящие сюда пары по-разному реагируют на предложенный способ примирения. Но сама процедура происходит только по согласию супругов. Работа кабинета примирения уже имеет неплохие результаты. Из 500 поданных с начала этого года исков, больше половины пар удалось сохранить. Если посчитать по цифрам, то это 270 пар сохранили семью. А если посчитать по детям, сколько детей в каждой семье растет, это от одного до четырех. И примерно посчитайте, сколько детей остались жить в счастливой полной семье. Количество разводов в Кустанайской области – одно из высоких в стране. Исправлять ситуацию будет стремиться государство. Уже в этом году Казахстан потратит 1 миллиард тенге на сокращение числа разводов. Эти деньги направят на борьбу с бытовым насилием, пропаганду семейных ценностей, автоматизацию работы раксов и других органов. Хамзан Урпиисов, Наталья Басмурзина, РТН. Вот такими были события этого дня. Всего вам самого хорошего. До свидания.